Экстремалы 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 Веселый человек с тигром на поводке Всегда стремился быть первым в своем деле А дело он выбрал себе такое, что даже в цирке Где риск необходимая составляющая профессии Только единицы готовы им заниматься Что до нас простых смертных То сама мысль о том, что можно оказывается оседлать льва Вызывает ужас А он весело и элегантно, поездив верхом на одном Умудрился надеть упряжь на троих львов И прокатился с ветерком, вызывая бешеный восторг у потрясенного зрителя Он делал то, что до сих пор не удалось повторить никому в мире Дипломированный врач, спортсмен, акробат, король манежа Настоящий повелитель львов Отец прекрасных детей Азартный, не боящийся ни бога, ни черта сорви голова Обладающий, тем не менее, холодным, расчетливым умом и стальной волей Бальтер Михайлович Запашный Всю свою жизнь он ставил перед собой самые фантастические Практически невыполнимые задачи И успешно их решал, преодолевая все барьеры, все страхи Прежде всего, преодолевая самого себя Дело в том, что у нас в цирке все прививали оспу Время было такое, что он убегал, плакал, не хотел, боялся И Сережка, кстати, они оба боялись, чтобы кололи им А со временем преодолел все это Преодолел и трудности Он умел преодолевать трудности всю жизнь Вся жизнь наша была, наверное, трудной Труд, труд и труд бесконечный И он больше всех трудился, конечно Так как он был один из старших Параллельно он учился в Лезгов-то И... Но очень боялся в анатомичку ходить Ему все там было плохо И вот через большой силы воли Он решил закончить медицинский И потом сам оперировал животных своих Вальтер Запашный родился 2 апреля 1928 года Он являлся представителем третьего поколения Знаменитой цирковой династии Запашных Укротителей, вальтежеров, акробатов, гимнастов У нас все родились в Ленинграде, у мамы Все дети рождены в Ленинграде На скороходовой улице Папа у нас не очень хотел, чтобы мы работали в цирке А мы все, наоборот, были увлечены Все жонглировали, все всегда занимались Они хотели, чтобы я у них была Сажали меня на шпагат, чтобы мне Делали мне больно, я кричала Не буду я с вами работать В нарушении всех цирковых традиций Михаил Запашный отказался возить своих пятерых детей с собой на гастроль Он готовил их к другой жизни Мечтал дать им хорошее образование и профессию далекую от цирка Он купил маленький домик в Ленинграде И оставлял там детей с бабушкой Именно здесь их застала война Блокада Не помню, как мы доехали до Куйбышева Приплыли, нас уже встречала мама Здесь, в Самарском цирке, во время войны Началась цирковая карьера следующего поколения запашных Отец вернулся с фронтом, фактически инвалидом Вот, пять человек, семья И как кто-то не работающий в Скокартов Мы всегда боролись за то, чтобы лишние карточки были И начали с Вальтером Поэтому раньше, как можно раньше сделать номер Чтобы обслуживать бригады, чтобы ездить по госпиталям и так далее А потом вдруг, значит, появилась возможность выйти на Большую арену В 1946 году мы вышли на Большую арену В Санкт-Петербургском, в Ленинградском цирке на Фонтанке Ныне цирк Ченезели И поехали уже на гастроли Потому что номер сделали прекрасный Поехали на гастроли по всей стране И добрались до Владивостока Вдруг они уже в программе работали Номер был очень хороший И пришел приказ уволить Ну, такая волна Но они собрали вещи Полетели в Москву В Москве пройти было непросто На зрителях Разрешалось только на один комплимент выходить Строгость была высочайшая Когда мы с братом вышли, начали работать То уже с самого начала номера Как только мы исполнились, стойка на стойке Работа была у них очень сильная Очень сильные трюки Тут, как мне запомнилось На всю жизнь, как говорится Который трюк По-моему, сейчас никто не повторил Это вот Полтора Со стойки Он пропускал вниз его И выбрасывал полтора передних В стойку Очень сильный трюк был И когда мы исполнили этот трюк Уже сразу И зритель, и артисты Которые все проходы Заполнили, как-то в запашных Уволили, они приехали И заставили, чтобы их посмотрели на зрителей И вот когда мы закончили свой номер И убежали за кулисы То нас не один раз вернули на комплимент А меня карандаш девять раз На руках выносил сам карандаш А это был такой строгий судья Мы поднялись после работы наверх А честно говоря Мы были в плохих костюмах В оборванных брюках Подшитых и так далее И тому подобное Вот Был такой лебедянский Руководитель Главного управления цирка И когда он спросил Ну как поживаете А брат Вальтер говорит Да живем как моль Белье проедаем Ну что там говорить И послевоенное время Да еще блокада И все это вместе взятое Конечно Тогда нам объявили Что нам дают высшие ставки И таким образом вот мы Оказались в зените Повернулся из армии Сережа А Вальтера забирали в армию Вальтер служил в Одессе У него там сложная была жизнь Я вам должна сказать Что он настолько был увлечен Он и в четверке Акробатикой получал там Призы огромные А когда вернулся Они сделали в четвером номер Четыре брата Четыре акробата Они получили четыре золотые медали В день моего 25-летия Мне такой подарок Была такая телеграмма В 1961 году цирковой артист Создал не имеющий в мире аналогов Аттракцион среди хищников Одновременно ему удавалось работать На арене с 38 опасными животными Детском возрасте Там 8, 9, 10 лет Мы ходили в цирк И когда И видели Прекрасный аттракцион Вальтера Запаша Уже в те более 60-е годы Я вот прекрасно помню Когда был маленький И какой у меня был Шикарный аттракцион Что там Поразило тогда еще Я не думал Что я стану ветеринаром Что я буду работать в цирке Ну все Просто ребенок Но я запомнил на всю жизнь Что там были И в одной клетке И тигры И львы И пантеры И леопарды И ягуары И даже рысь И пулы Вальтер если занялся дрессурой Он сделал абсолютно новую дрессуру Потому что никто Не хотел конкурентов Все в художественных советах Утверждалось Сейчас И пытаются те Кто держит монополию На какой-то жанр И пускать других Вот Вальтер Целиком 40 с лишним лет Отдал дрессури Смешанной группе хищников Понимаете Был еще рубан Был гладильщиков И вот Вальтер сделал Но Вальтер Если у них у всех Была тумбовая работа То Вальтер сделал работу Как работают просто собачки Сложность была в том Чтобы соединить их вместе Чтобы без конфликта Просто вывести всех этих животных в манеж Рассадить по тумбам По своим местам И пусть они даже ничего не сделают И без конфликта вывести их обратно И чтобы они при этом не подрались Не напали на тебя И все прочее Это уже великая сложность Он не только собрал Он заставил их работать Да как работать Но об одном из этих зверей Стоит сказать особо Багира Тигрица Сыгравшая в профессиональной жизни Дрессировщика Запашного Важнейшую Ключевую роль Противостояние человека И тигрицы-людоеда Смертельный вызов Не имеющий аналогов В истории мирового цирка Такого просто не могло быть Никто до него Не только работать В клетку К такому зверю Войти не смел Он сумел И сделал из людоеда Звезду своего Невероятного аттракциона Багира Это уже не отдельная тигрица Не отдельный персонаж А животное Которое несет в себе Определенный смысл То что хищник Он все равно Остается хищником И как бы ты много времени Не проводил Как бы ты не любил Этого животного Какое бы животное Не было талантливым А Багира Именно была такая Она в любой момент Может стать хищником Несмотря на то Что вот он В клетке были Такие хищники Но всегда с улыбкой Всегда с улыбкой Это как-то подкупало зрителя Ну и всегда четко Четкость у него Всегда была в работе А вот если что-то Никакой трюк не идет Он после представления Говорит Ребята Сейчас клетку не снимаем Оставляем Сейчас зритель весь уходит И будем Репетировать Вообще мы ведь знаем И по общению с дрессировщиками И потому что можно прочитать В книгах посвященных дрессуре Что это где люди Такие очень сильные Волевые, напористые В какой-то степени грубоватые Но каждый человек индивидуален По-своему И уж наверное Выносить вот такие черты Человеческого характера На манеж Было бы не лучшим Способом Потому как Мы читали и знали Что В зарубежном цирке Допустим конца 19-го столетия Как раз Это демонстрировалось артистам Вот такое вот отношение Что я покорю тебя Я это самое Такая манера была устрашающая Что Вактор Михайлович категорически от этого отказался И он был улыбчивым С таким Я бы сказал Некоторым лукавством Что ли Что Ну Хочешь ты Или ты этого не хочешь Все равно ты это сделаешь Правда И Животное Иногда Может быть не очень того Хотя Все равно выполняло это За этим Естественно стоял огромный труд Репетиционный Я как-то обратил еще внимание На одну из Репетиций Я сидел Смотрел Репетицию И Вдруг Посмотрел Что Когда закончилась репетиция Убрали все Весь реквизит Убрали Все Остались животные В клетке И вдруг Принесли Такие достаточно большие Куски мяса И разложили Барьер Каждый Зверь Взял себе Тот кусок Какой Ему Приглянулся Мне запомнился Именно тот момент Что Они Удобно Наверное Они Разлеглись С этим своим Куском мяса На Барьер Манежа И не спеша С таким Чувством С таким Удовольствием Обгладывали Это мясо Котушка Я Потом спросил Я говорю Валерий Михайлович Я что-то ни у кого Такой Формы кормления Никого не видел Я знаю Что В клетках Всегда Это происходит И так далее Все это делается После того Как заканчивается Работа Вечером После Перед этим Страшно идет Рык По всему цирку Перед кормлением А здесь Он говорит Да Я так всегда Делаю Потому что Это В общем Нормально Я считаю Что это Как-то И вот это Такая Что меня-то Больше всего Делает Какая-то Такая Все естественная Абсолютно Как бы Он Срывал Срывал На живот Своё Плохое Настроение Он Человек Был Спыльчив Казапашного Поражают Непонятно Когда он Успевал Как его Хватало На все Неукротимый Азарт Этого Человека Проявлялся Во всем Чем он Решил Заняться Сквозил Во всех Его Поступках Буквально Пронизывал Его Жизнь Надо Сказать Что Бальтер Михайлович Как и Подобает Тому Своим Животным Относился Очень Трепетно И Для них Требовал Всего Самое Лучшее Чтобы Было Предоставлено Животным Ну И В частности Это Касалось Рациона Чем Так как Основной Продукт Питания Для Его Хищников Было Мясо То он Очень Следил Чтобы Это Мясо Было Именно Таким Чтобы Животные Получали Удовольствие И Вот В одном Из цирков Я знаю В каком Это Было Цирки Я просто Не хочу Сейчас Адресно Называть Этого Это Место И Когда он Обратился К директору Цирка Сказал Что знаете Привезли мясо Которое Мягко говоря Не очень свежее И Этим мясом Нельзя Кормить И Как-то В общем Отмахнулся Директор Цирка От этого Заявления Тогда Вальтер Михайлович Взвалив Себе На руки Наверное Дубрую Прямо Директору На стул С вопросом Посмотрите И Можно Этим Мясом Кормить Животных Конечно В этот же день Было Привезено Другое Мясо И Был Наглядный Урок Директор Воспринят Правильно И Вообще Он был Человек Разносторонне Развитый Понимаете Не зацикленный Только на цирке Очень много Наших цирковых Великих Деятелей Они зациклены Для них Существует Только цирк И Вся жизнь Проходит Вот гостиница Цирк Гостиница Цирк Все Отработали Сели на поезд Уехали в другой А это был Разносторонний Развитый человек Он Много У него было Ну не могу Там энциклопедическое Образование Но кругозор был Необычайный Он знал Очень много С ним можно было Побеседовать Практически На любую тему На любую И можно было Увлечься И часами разговаривать И он увлечется Забудет Что-то ему куда-то надо Пока его кто-то не позовет Он Был великолепный Шахматист Он Мастер Играл на уровне Мастера спорта По шахмасте Очень здорово Играл Если он в хорошем настроении У него было практически Невозможно выиграть Если он Чем-то был Расстроен Или о чем-то Подумал Решал какую-то задачу В уме То можно было Легко у него Под шумок выиграть То, что Вот так Я многократно играл Большим удовольствием Играл Я, конечно Уступал ему Но вот я говорю Если попадал Под его Рассеянное Такое настроение То я мог Играть И одну И две партии У меня На следующий день Конечно Настроение улучшалось Он был Сокрушительный реванш Вальтер Он всегда Когда сыновья Работали На чекуев Из-за того Что они режутся Стеклом Или ножом На кухне Естественно Это очень интересно И Ну Дай бог Опять же Я говорю Дожить до старости Для того Чтобы об этих шрамах Можно было рассказывать Он очень часто Находился Или стоял Или сидел Вот здесь Или справа Или стоял У центрального Входа Центрального прохода Вот здесь Он находился Он По сути дела По-моему Он смотрел Каждые Ступли Когда сыновья Работали Вот Он Я не помню Чтобы он Не смотрел Какой Все представления Он смотрел Да он С утра до вечера В цирке здесь С утра до вечера Переходишь Он уже здесь В цирке А потом Даже был такой момент Он Значит Я ему говорю Вот заходи Ко мне там Покажу эти фотографии Он как посмотрел Один альбом Говорит О, Русланчик Можете Вот остаться Как-нибудь Я посмотрю Твои все альбомы То, что есть Ну Я Находиться все время Здесь не мог Потому что Мне нужно было Между представлением Выйти погулять Воздухом Подышать Он Мне Дай Ключик Я говорю Открой И буду Значит Листать Смотреть фотографии Потому что Он писал книгу Вольтон На диссертацию В этом жанре Были друг за другом До сих пор Ему Ему снятся Львы Воздухом 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok